В эфире программа «Законодатели» в студии Мария Владимирова. Здравствуйте! Начнём традиционно с дайджеста парламентских решений. В Москве завершился форум «Сообщество». Это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью. Форум проводится с целью выявления состояния развития в регионах некоммерческого сектора, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности. Форум организован Общественной палатой России и Федеральным агентством по делам национальностей. От окружного собрания депутатов в мероприятии приняла участие заместитель председателя Татьяна Бадьян. По её словам, видно активность и неравнодушие людей к проблемам, которые есть в стране. На форуме затрагивается самый широкий спектр вопросов, в том числе большое внимание уделяется общественному контролю, роли некоммерческих организаций в различных сферах нашей жизни, межнациональных отношениям. Главным принципом мероприятия является максимальная открытость для всех, кто готов высказать свою позицию, поделиться проектами, обсудить волнующие его проблемы. Только взаимодействие, власть, бизнес и гражданское общество могут работать эффективно, отметила вице-спикер. А в Санкт-Петербурге обсудили поддержку коренных малочисленных народов. На заседании постоянного комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и малочисленным народам наш регион представила законодатель Ольга Каменева. На комитете парламентарии рассмотрели проект федеральных законов о государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих кочевой образ жизни и о территориях традиционного природопользования КМНС. Жители Пешского и Амдерминского сельсоветов проголосовали против переименования своих населенных пунктов. Напомню, жителям этих муниципалитетов было предложено переименовать Пешский сельсовет в Пешский. Следовательно, и все поселения стали бы носить название Верхняя Пеша, Нижняя Пеша и присвоить наименование географическому объекту Амдерминский сельсовет. Согласно поступившим в окружной парламент протоколам, против переименований Пешского сельсовета проголосовало 186 человек из 260 принявших участие. Против переименований Нижней Пеши – 94 из 153. Против переименований Верхней Пеши – 34 из 37 проголосовавших. По итогам голосований жителей муниципального образования поселок Амдерма о присвоении географическому объекту наименовании Амдерминский, опрос был признан несостоявшимся в связи с недостаточной явкой. Из 343 граждан, постоянно проживающих на территории поселка, на общее собрание пришли лишь 17. До конца года планируется принять федеральный закон о культуре. Прочный правовой фундамент необходим для реализации современной государственной политики в сфере культуры. Основы законодательства о культуре были приняты в 1992 году, еще до вступления в силу Конституции России. За это время регионы, не дожидаясь нового федерального закона о культуре, приняли свои правовые акты, учитывающие потребности территории, рассказал председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин. По его словам, среди приоритетов, которые необходимо отразить в проекте федерального закона, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, господдержка профессионального искусства и народно-художественного творчества, социальное обеспечение работников культуры и искусства, сохранение и популяризацию культурного наследия народов России, проведение мониторинга состояния памятников истории и культуры. Региональный закон о культуре необходимо будет привести в соответствии с новым федеральным законом, который, как ожидается, будет принят до конца текущего года. В нем необходимо отразить развитие туризма в регионе и национальный аспект – развитие культуры коренных малочисленных народов Севера. Большую работу депутаты ведут по подготовке и внесению законодательных инициатив на рассмотрение депутатов Государственной Думы и Совета Федерации. В этой студии мы неоднократно говорили о том, почему вносится та или иная инициатива, а сегодня мы поговорим о том, как проходит работа по продвижению законодательных инициатив в Совете Федерации. И я приветствую гостей студии. Сегодня это сенатор, член Совета Федерации, собрание депутатов Ненинского округа Евгений Алексеев. Евгений Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как я сказала ранее, мы уже неоднократно говорили о том, что депутаты окружного парламента проводят достаточно активную работу по внесению законодательных инициатив. В конкретику мы ударимся чуть позже, а пока предлагаю рассказать нашим телезрителям вообще о той работе, которую вы делаете в Совете Федерации. Ну, я уже как-то говорил о том, что я вхожу в комитет по федеративному устройству региональной политики, местному самоправлению и делам Крайнего Севера. А вот исходя из названия этого комитета, совершенно понятно, что сфера, которая охватывает деятельность этого комитета, крайне велика. И практически мы рассматриваем огромное количество различных законопроектов на комитете, и в том числе инициативы субъектов федерации. За тот период, что я представляю собрание депутатов в Совете Федерации, наши законодатели подготовили семь законодательных инициатив. Три из них отклонены. Последняя инициатива была отклонена 20 октября в Государственной Думе. И, значит, я как раз презентовал этот законопроект. Значит, шел разговор о законе, о внесении изменений в закон о нотариате. Вот, на мой взгляд, инициатива совершенно разумная, правильная, на мой взгляд, не требующая каких-либо финансовых вложений. Разговор шел о том, чтобы предоставить одному из супругов право удостоверить подпись второго супруга в случае распоряжения имущества. То есть вот с учетом того, что у нас такая гигантская территория, а всего лишь три нотариуса на нашу территорию, настолько и положено. Совершенно понятно, что не в каждом населенном пункте есть нотариус. И совершенно понятно, что жизнь каждый день ставит вопросом по поводу того, чтобы что-то продать или купить в семье. И люди обречены ехать в Наринмар к нотариусу. А добраться, как известно, у нас непросто. Да, ну, одна сторона добраться, вторая сторона сколько это стоит. И, конечно же, я надеялся, хотя заключение правовиков было отрицательное по этому закону, что все-таки поддержат. Ну, поддержали. 54 голоса. Партия ЛДПР. Я был, конечно, я первый раз выступал вот с той высокой трибуны и был, конечно, удивлен, что Единая Россия, которая как бы вот должна защищать интересы людей, коммунисты, праведливая Россия, они все, они не голосовали. А, то есть они воздержались вообще? Да, они не голосовали. Там есть такая процедура очень интересная, значит, когда руководитель фракции говорит, не голосуем и не голосуем. Вот. А ЛДПР все поддержали, да. Я за это им крайне благодарен. Благодарен. Вот. Ну, и не нашли поддержки в Государственной Думе еще два законопроекта. Один законопроект связан был с выборами главы администрации НЕСКО автономного округа. Ну, собственно, всех глав субъектов, да. Значит, это была, инициатива отклонена в силу того, что, в принципе, до нас с этой инициативой выступили, выступило собрание депутатов контр-насистов автономного округа. И их инициатива прошла. Поэтому наша инициатива в этом плане как бы была уже излишней. А что она предполагала? А, значит, она предполагала следующее, что президент выносит кандидатуру главы региона в собрание депутатов региона через администрацию Архангельской области. Ну, в нашем кадре в этом случае. Это касалось всех остальных. Этот механизм распространялся и на все остальные субъекты. Значит, то есть это вот такая инновация, когда Архангельская область будет всерьез влиять на кто будет в конечном итоге руководить нашим регионом. А нам вот, то есть, положа руку на сердце, надо? Понимаете, что, значит, скорее всего, это надо в большей степени федеральному центру, потому что это касалось округов, в которых практически бюджеты самодостаточны. И практически эти бюджеты очень сильно влияют в целом на бюджеты Российской Федерации. Поэтому риски, связанные с тем, кто будет руководить регион, достаточно высоки. И поэтому был у меня вот такой механизм. Конечно, это без восторга, я так понимаю, мы все должны были воспринимать, но логика жизни, как бы она диктует, что эта мысль верна. И, в принципе, этот законопроект был поддержан. Ну и не был поддержан законопроект о предоставлении бюджетных кредитов на закупку продовольствия, товаров первой необходимости в районах Крайнего Севера за счет средств местного бюджета. И здесь тоже логика очень такая интересная. Вот наши депутаты, и я, когда с этой инициативой ознакомился, был уверен, что вопросов вроде как и нет. Все очевидно, да? Да. Бюджет самодостаточный, ну почему бы и не позволить нам это делать? Утверждать перечень продуктов, питания здесь, на месте, и, соответственно, потратить собственные деньги, предоставив этот бюджетный кредит. Выясняется, что это точно не так, потому как далеко не в равных условиях прочие субъекты федерации. Ведь всего лишь на пальцах одной руки можно назвать субъекты, которые являются донорами. А в остальных проблема очень серьезная. И в связи с этим возникает довольно приличная бюджетная нагрузка на бюджет федерации. Поэтому все это считается, все это оценивается, и поэтому как бы судьба этого законопроекта такая. Но здесь есть любопытная деталь. Значит, мы в апреле вышли с такой инициативой, а буквально вот осенью, Якутия, нет, не осенью, летом, Якутия, значит, она поддерживала нашу инициативу. Но они, видимо, учли тот опыт, наш негативный опыт, и они взяли и откорректировали, собственно, вот эти желания, обозначив всего лишь одну муку. Значит, и вот по сути дела сейчас Совет Федерации, вот у меня есть отчет Совета Федерации, намерен поддержать эту инициативу. То есть в районы Крайнего Севера и Дальнего Востока мука будет завозиться с бюджетной поддержкой, с тем, чтобы просто-напросто на хлеб не росли цены. Это совершенно разумно. Наши депутаты, видя то, что процесс-то как бы пошел, они решили расширить перечень этих продуктов. И, значит, если туда вошло с инициативой Якутии мука и топливо, то, значит, наши предложили включить туда масло растительное, морковь, картофель и того, в общем, 10 продуктов. Наименований. Да, да. И вот я сейчас должен как-то выставить работу с тем, чтобы этот законопроект прошел. Хотя вот буквально перед отъездом с бюджетным комитетом государства и думы, значит, я разговаривал. И они мне тоже самое начинают рассказывать. Ну вот хорошо, у вас там деньги есть, а ведь у других-то регионов это совершенно не так. Вы же практически предоставили им право, несбалансированное право деньгами. Значит, каких эффектов здесь добьетесь. То есть, в общем, вот вроде бы, на наш взгляд, разумные вещи. А если посмотреть в рамках всего государства, получается, что вот эти инициативы могут быть не всегда поддержаны. Ну вот если предусмотреть, например, строчку, исходя из возможностей бюджета субъекта Федерации. К этому как бы сводится работа в комитетах, с аппаратами этих комитетов, и в Совете Федерации, и в Государственной Думе. Значит, вообще сейчас как бы руководство и нашего собрания депутатов приняло такое решение, чтобы я защищал интересы округа не только в Совете Федерации, но и в Государственной Думе. Вообще, конечно, там фронт работы огромный. Я вот сейчас столкнулся с этим и понимаю, что это совершенно непростое дело. В Совете Федерации я этим занимался, значит, и, в общем, это, ну, по крайней мере, это все проходило. Все-таки это палата регионов, и там нет политически ориентированных настроений каких-либо. Значит, и, в общем, люди исходят от необходимости и поддерживают. Особенно северяне без разговора поддерживают инициативы других северян, да? В Думе там все иначе. Там же, вот видите, значит, я привел пример по ЛДПР. Это как бы в большей степени политика в том числе. Поэтому вот для меня это абсолютно новое направление. По сути дела, значит, вот те изменения, которые мне вынесены сейчас в законодательство о выборах, значит, определяют следующее обстоятельство, что у нас все-таки будет свой депутат. И я должен сказать, что, как я теперь представляю, этому депутату будет достаточно работать в той самой Государственной Думе. Ну, а, кстати говоря, свой депутат, он облегчит как-то продвижение тех самых инициатив? Он тем и будет заниматься тем, что мне сейчас поручено в Государственной Думе. Я очень рассчитываю, что появится инициативный человек, и мы как бы начнем эту работу. Ну, еще две законодательные... Я помянул о том, что семь законодательных инициатив, две из них приняты в первом чтении. Значит, одна из законодательных инициатив была связана с тем, чтобы у нас было обеспечено судебное присутствие в Наринмаре Архангельско-арбитражного суда. И в первом чтении это прошло, поддержано. Значит, там были проблемы с позицией правительства, но это как бы уже эту позицию преодолели. И, значит, в первом чтении прошел законопроект, связано с изменением по 44-му закону, где у единственного поставщика, значит, именно в районах Крайнего Севера, можно осуществлять закупки товаров и услуг. Вот. Значит, и три законопроекта, вернее, три законодательных инициативы в общем-то в стадии рассмотрения. Это, в частности, одна из инициатив связана с шельфом, с морским шельфом. Эту инициативу инициировали ЗАГС Собрания Астраханской области. Наше ЗАГС Собрание присоединилось к этой инициативе. И, в общем, речь идет там о том, чтобы, в общем-то, расширить перечень операторов, которые могли бы работать при определенных условиях, при соблюдении определенных условий, там связано ей, как бы, с временем, чтобы не менее пяти лет эти операторы уже работали в аналогичных условиях, значит, чтобы им обрели возможность работать на шельфе. И в стадии рассмотрения законодательная инициатива связана с завозом топлива, бензина и дистоплива. Здесь у нас уже как-то была такая полемика относительно того, что правительство возразило, действительно, оно возразило, значит, сочтя невозможным принятие законопроекта в силу того, что, как бы, недостаточен контроль со стороны государства за ценой, которую предъявит поставщик. Вот. Мы возражали по этому вопросу. И, в общем, мы договорились с Анатолием Васильевичем Мяндиным, что округ предложит механизм контроля. В общем, вот в этом плане сейчас должны появиться какие-то предложения. И очень бы хотелось, чтобы вот эта инициатива тоже обрела... Поддержку. Да, поддержку. Вот, кстати говоря, те инициативы, которые не поддержаны, они уходят в стол, либо будет продолжена работа по продвижению интересов? Ну вот то, что касается выборов главы, значит, она... Закон-то принят. Значит, неизвестно, что получилось, что наша инициатива не реализована. Значит, о нотариате, вот я-то считаю, что нам надо еще раз постучаться, потому что, ну, пройдет какое-то время, ну, не появится у нас этих нотариусов. То есть вообще там дело-то выглядит таким образом, что вот кто-то из супругов что-то захотел или продать, или купить, он визирует это согласие и идет в местную администрацию с тем, чтобы глава администрации поставил печать. То есть, чтобы этот документ обрел статус... То есть наделить главы сельских советов полномочиями нотариата. То есть, значит, вообще такая практика, она раньше была, очень многое инициируется из того, что мы уже когда-то проходили, когда использовали эти механизмы. Вот. Я считаю, что вот здесь-то точно, что нам надо возвращаться к этому. Вот семь законодательных инициатив, если сравнить с инициативами других регионов, это много или мало по вашему комитету? Вот представляете, вот у меня... Я, может быть, ошибаюсь, но я не слышу, по крайней мере, ни одной инициативы наших соседей Архангельской области через наш комитет за этот период точно что не проходила. Вот в этом отношении, конечно, депутаты наши, они активны, и их инициатива, вот они, понимаете, они идут снизу, они адекватны вот тем проблемам, которые есть у нас. Вот это здорово. Это реакция на ту самую конкретную жизнь. И почему я переживаю, как бы, что эти инициативы не проходят, потому что ведь совершенно понятно, что это нам надо. Евгений Георгиевич, я хочу перейти еще к одной очень важной теме. Весной этого года в Совете Федерации прошли Дни Ненецкого округа, такое достаточно масштабное, громкое мероприятие, о котором много рассказывали, писали и в средствах массовой информации, в том числе. И, как нам известно, было принято постановление, в котором прописаны конкретные пути, планы по развитию тех или иных отраслей или моментов в нашем регионе, в Ненецком автономном округе. Мы говорили о том, что есть такое постановление, но мы ни разу не говорили о продвижении. Можете рассказать, как идет реализация этих планов? Ну, в принципе, действительно, документ крайне важный для территории. И вот с приходом Валентины Ивановны появилась вот эта замечательная практика, что ежемесячно, ежемесячно, какой-то субъект Федерации презентуется в Совете Федерации. До этого идет вот такая серьезная работа по подготовке постановления. Значит, это постановление согласуется абсолютно со всеми, и с правительством, и с министерствами. То есть появляется у территории серьезная программа. Значит, причем не на день, не на два. Совершенно понятно, что эта программа, она в значительной степени может быть реализована при поддержке федерального центра, потому что, как правило, в это постановление включаются пункты, которые территория сама не может реализовать. Нужна поддержка. Финансово емкий, да, в основном? Да, да, конечно. Сейчас эта работа, она идет. Администрация округа, она активно занимается этим. А то, что касается Совета Федерации, по крайней мере, наш комитет отвечает за эти дни, за реализацию этих постановлений. Я попросил Дмитрия Игоревича Азарова, руководителя нашего комитета, чтобы в порядке контроля рассмотрели вопрос по исполнению этого постановления. А механизм контроля, он будет выглядеть таким образом. Это будут все, министерства ведомства, так как все, кто задействованы, все, кто имеет поручение в соответствии с этим постановлением, будут приглашены на комитет. Они отчитаются, значит, расскажут, какие проблемы, что решено, и будет понятно, на каком этапе мы находимся. Ну и, соответственно, будет приглашена администрация наша, которая свою часть дела тоже доложит. Это где-то будет, наверное, после Нового года. План комитета попадет в это мероприятие по контролю постановления. А вообще это никакая не инновация с точки зрения этого контроля. Комитет постоянно возвращается в контроль за этими постановлениями и, в общем, контролируя, подталкивает их к исполнению. Вот не секрет, что к вам напрямую обращаются и жители округа, и руководители предприятий. Вот один из ярких примеров, это когда вам приходилось на правительственном части, в Совете Федерации, отставить интересы нашего объединенного авиаотряда. Расскажите, насколько эффективна такая работа, когда есть возможность поговорить непосредственно с министром, донести проблему. Слышат ли сенаторов? Да, слышат. И я действительно обратился к Игорю Ивановичу Шувалову, который был на правительственном части, с просьбой рассмотреть два вопроса по авиации округа. Это чтобы предоставить статус узлового нашему аэродрому, с тем, чтобы получить субсидии из федерального бюджета с целью удешевления стоимости билета на авиаперевозки. И второй вопрос касался реконструкции нашей взлетно-посадочной полосы. Ну, все, наверное, знают, что у нас полоса принадлежит Министерству обороны, то есть аэродром, он совместного базирования. Минобороны в рамках тех поручений, которые дал президент, начали работу по подготовке проектной документации, не только начали, и ее разработали. Более того, она даже генштабом утверждена, эта документация. Значит, и само техническое решение было связано с тем, что просто-напросто будут заменены плиты на более мощные. Ну, соответственно, представитель Министерства обороны на том совещании, которое в Минобороне было организовано по поручению Шувалова, в общем, это произошло быстро. После правительственного часа, да? Да, это произошло моментально. Значит, я посмотрел, а я вдогонку написал еще письмо, значит, кроме всего прочего, я посмотрел, что у них у всех копия письма лежит на столе. И, значит, они стали... Ну, представитель Министерства обороны доложил, что вот как бы они находятся на такой-то точке исполнения. И не скрывая, сказал о том, что у нас нет интереса, чтобы как что-то менять. А наш-то интерес сводился к тому, чтобы параллельно с существующей полосой сделать монолитную взлетно-посадочную полосу с тем, чтобы, значит, не парализовывать в летний период работу старой полосы. А параллельно строилась новая. Ну, в общем, основная аргументация представителя Минобороны была, она сводилась к тому, что это дорого, это по их, ну так, грубым прикидкам, в два с половиной раза дороже, чем то, что у них уже разработано, вот, и денег нет, ну, денег нет, это точно, что нет, это правильно все. И вот с чем бы, как бы вот, большого интереса это дело не вызвало. Но тем не менее, поручение есть, и мы договорились о том, что в течение трех недель, значит, наша идея будет обсчитана, чтобы понимать, на самом деле, сколько стоит. И здесь, конечно, плохо было одно, что у нас этого обсчета не было. И, по сути дела, нам тоже в течение этих трех недель надо получить эту арифметику, надо понимать, что мы... Потому что нет цифр, грубо говоря, да? Понимаете? А у них есть, они знают, сколько... У них... Они уже... Ну, я же уже сказал о том, что у них разработано проект на смене документации. Так вот, в течение трех недель насколько мы будем доказательны? Можем мы положить на стол аргументы, которые перевесят аргументы Министерства обороны? Вот здесь вопрос, конечно, интересный. Вот. Это тоже вы будете этим заниматься, представлять, отстаивать? Я буду обязательно, чтобы образом заниматься, специалисты нашего авиапредприятия, они занимаются технической частью этого дела. По сути дела, мы, ну, извините за такое слово, про кукареков обязаны теперь похватиться и... не спохватиться, а сейчас бегом, бегом, бегом это все сделать, потому что время, конечно же, подпущено, здорово. А еще одна из форм работы недавно проходила такое мероприятие, вы встречались с депутатами Крышного собрания, которые, в общем-то, вас и делегировали, да, в Совет Федерации. Насколько полезны такие встречи, что они дают для вашей работы? Знаете, я очень переживал, честно сказать, накануне этой встречи, потому что это было первый раз, ну, для меня сейчас многое первый раз, да, вот, значит, и не было, как бы, ни повестки, ни вопросов, что, но это крайне полезно, и вообще, это крайне необходимо, и это точно, что необходимо не раз в год, а это необходимо ежеквартально. Я вообще планирую вот такие отчеты делать ежеквартально, потому что, во-первых, как бы, сверяются часы, те самые, определяются на наиболее острые вопросы и проблемы, и поэтому мне это точно, что надо, но и им надо, вот, поэтому, да, я очень благодарен за то, что произошло, значит, такая встреча, я планирую этим заниматься. Ну, а о планах работы в Совете Федерации, какие ставите перед собой задачи, либо, быть может, там свыше вас куда-то делегируют. Вот, вы знаете, вот планы работы, вот они как бы здесь все. А, вот эта целая книжка? Да, это, значит, ежеквартально выходит такой отчет, который подводит итоги работы Совета Федерации за квартал, значит, там рассматриваются вопросы, которые, которым планируют заниматься, значит, на ближайшую перспективу. Вот, вообще, это такой документ очень интересный, и, ну, это настольная книга для каждого сенатора. А с точки зрения работы, которая мне предстоит, вот я еще раз помяну работу в Думе, которая, она объемная, серьезная, ну, и, в общем, ну, просто делать честь, и, как бы, пытаться отстоять вот эти наши законодательные инициативы, и, чтобы они обрели статус закона. Вот. И, кроме всего прочего, если прошлый год, вообще, как бы, существует там в Совете Федерации такая практика, вновь прибывший сенатор, какой-то период его, как бы, пусть посмотрит, пусть ознакомится, какой-то период его не сильно беспокоят. То вот этот год у меня начался очень серьезно. И беспокоят, и включают вовсюда, значит, во всякие, значит, рабочие группы, в частности, я сейчас являюсь членом двух рабочих групп о страховании жилья, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций. То есть, этот закон аналог, значит, страхованию автомобилей. Он неоднозначен во всех отношениях, и, по сути дела, сейчас выработан механизм реализации этого закона, то есть, будет создан единый фонд общероссийский, из которого граждане, которые застраховали жилье, получат компенсацию. На первом этапе вот этот вопрос обсуждается 300 тысяч рублей. Вот сумма обсуждается, но пока вносится как 300 тысяч рублей. Значит, очень важный закон. Опять-таки, не все территории находятся в равных условиях, и для кого-то за эти 300 тысяч точно, что можно построить очень приличный дом в сельской местности. Вот. Для кого-то это мало, но, тем не менее, вот появляется такой механизм. Я являюсь, значит, ну, как бы сейчас одним из разработчиков этого закона. и вот буквально в октябре месяце меня включили в рабочую группу по закону, который разрабатывался несколько лет, и он касается коренных малочисленных народов Крайнего Севера, Дальнего Востока и территорий традиционного природопользования. Я вот на прошлой неделе был на заседании этой рабочей группы и посмотрел обобщенный материал. В ноябре месяце планируется этот закон как бы уже выпустить из стен рабочей группы, чтобы он уже пошел на согласование в комитеты и Думские, и Советы Федерации. Но меня, конечно, удивило то, что там нет позиции округа ни в каком виде. Там есть масса инициатив от соседей наших, кантамансийцев, Тувы, Якутия. Вот Якутия, она вообще, конечно, меня удивляет. Активные? Да. И сенаторы активные, и их инициативы всегда. Они мощные лоббисты. Вот мне, наверное, надо у них учиться чему-то, потому что действительно у них работа поставлена очень на приличном уровне. Вот мука, которую я помянул, это же они пролоббировали, они же сумели этот вопрос решить. Вот. Значит, наших поправок или наших предложений в этот законопроект нет, я имею в виду от округа. То есть ни ассоциация СРВ, никто не внес ни законодателей, ни администрация, почему-то... А еще будет такая возможность внести иллюзию? В ноябре выходит это все дело. Значит, я завтра пойду и в администрацию, и в собрание депутатов. Я вообще попытаюсь задать себе вопрос, сказать о том, что... Ну, это не сильно правильно. Я вам желаю успехов в этой работе и вообще в работе в Совете Федерации. Приходите к нам обязательно в студию еще раз, уже рассказывая о других достижениях. Благодарю за участие в эфире. Это была программа «Законодатели». Всего доброго. Увидимся. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok